Тесновато! Миша, куда ты оделась? Какой-то просто трэш! Её прям течение уносит! Лови, Миша! И проваливаюсь в яму. Закручивает на таком адском пороге, где нет дна. Покажи глаз. Привет, я Анимэджик, и со мной тут мои пёсели, Софи, Миша, Юмичу. И до трёх миллионов, ребята, заветных нам осталось всего 187 тысяч! Всего. Но я-то знаю, что прямо сейчас кое-кто смотрит нас без подписки. Давай подписывайся скорее, чтобы мы дошли до заветных трёх лимонов. Мне кажется, я показала 10. Это намёк. После наших приключений с пёсиками в лесу, многие в комментариях очень просили снять челлендж 24 часа в палатке. В общем, я долго на это не решалась, но сегодня я решилась. И прямо сейчас мы пойдём и сделаем это. Надеюсь, у нас всё пойдёт по плану. Как вы думаете, почему я решилась? Вы никогда не догадаетесь? М-м. Из-за геншин. Кто-то сейчас такой, ю-ху, да! А кто-то из-за чего-чего? Это такая игра. Геншин Импакт. Я недавно её скачала, да, потому что она бесплатная. Я просто залипла. Я попала в огромный открытый мир. И там будет ещё аж целых семь. Семь регионов. Семь. И каждое место по-своему интересное. Своя история, культура, свой стиль. С чего началось моё приключение? Я жнуб. Я зашла такая и сразу уже... О май гад! Как красиво! Скажите, что делать? Смотрите, какой у меня милый проводник. Вот, думаю, и пушистые приводники в реальной жизни мне бы так помогали, да? Короче, я стала там всё исследовать. Бегать по разным местам, собирать ресурсы, карабкаться по скалам. На каблуках, кстати, даже. Плавать, находить по пути всякие полезные штуки. Сокровища, сундуки. И даже летать. А ещё я развивала свои навыки, открывая всё новые и новые виды оружия. Выполняя всякие крутые задания и знакомясь с новыми персонажами. Например, вот я получаю силу ветра. А всего существует семь сил, которые принадлежат как раз к разным регионам. Потом я нашла лук и открыла нового персонажа, лучницу. Огонь! До этого я только мечом махала. Ну, неплохо, кстати, махала. Даже тупым. У меня уже, между прочим, покруче меч теперь. Но с лучницей мне стало более круто сражаться со всякими монстрами, потому что я могу меняться с ней. Мэджик! По пути в игре встречаются разные существа. Вот. Нужно выполнять задания, проходить всякие испытания, сражаться, открывать всё новые и новые функции. Кстати, по этому промокоду на экране вы получите камни истока и опыт искателя приключений. Там постоянно добавляются новые уникальные персонажи. Какие красивые все божечки-кошечки. И всякие разные события. Чё меня зацепило? История, которую ты узнаёшь постепенно, она реально завораживает. Сюжет такой увлекательный, что такое ощущение, что ты просто читаешь какую-то супер-пупер книгу или супер-мега интересный фильм спотришь, только при этом ещё участвуешь во всех событиях сам. Я вот реально давно так не вдохновлялась никакой игрой, поэтому теперь я хочу пройти всё приключение. Я уверена, это будет мэджик. Вы уже поняли, почему я решилась на челлендж в лесу? Это же будет как с Геншин. А вы, кстати, можете у меня по ссылке в описании скачать прямо сейчас игру, и мы будем проходить все приключения вместе с вами. Ещё я в телеграме буду рассказывать и делиться, что там у меня происходит, и обсуждать с вами, что у вас. Да, мне кажется, это очень крутая идея. Погнали. Мы встали очень рано, и дети досыпают в машине. Кроме Миши. У Миши там своя история в голове. Миш, ты мультики смотришь, да? Юмичу, кто там? У нас тут полная палатка вещей. Полная машина палаток. Полная машина вещей. Вот что, зачем? Вот надо вот так вот, а? Вот просто вот, ну что тут? Вот зачем так копать, а? Ты себя, Юмичу, закопала, понимаешь? Софи, ты тоже закапываешь, да? Что за трэш происходит? Софи, обойди дерево. Обойди дерево. Ставьте нам лайк, если ждёте новых видео из наших приключений. Софи, скажи лайк. Софи. Скажи лайк. Миша, скажи лайк. Ты Мишу тоже, что ли, закопала? Ладно, пока мы с пресс-филями едем, мы будем читать ваши комментарии. Поэтому обязательно их пишите, потому что они ещё и в видео попадают. А мы их читаем и отвечаем на них. Ох, закрутило меня. Вот эти две попрыгушки. Давай, давай, Миша, давай. Давай, Миша, давай. Давай, Миша, давай. Миша, давай. Но мы забыли свой гамак, поэтому дети едут на заднем сиденье без гамака, и оно будет всё грязное, всё в шерсти и в лапах. Да. В общем, в море мы уже искупались, в лесу побывали, и сегодня мы отправляемся в горы. Ты готова, Софи? Миша? Юми чё? А Юми не выспалась. Я надеюсь, что у нас получится поставить палатку на реке. Палатку на реке. Класс, Аня. Какая красота. Уже пошёл дождь, и, по-моему, он не собирается заканчиваться. Надеюсь, у нас всё пойдёт по плану. Друзья, с которыми мы приехали, решили для начала порафтить по плану. Это жесть. Пушистика взять не разрешили, я хотела снять Чихуахуа может на рафтинге. Если вы помните, у нас такую рубрику. Ааа, Рейбан, держись! Сказали, что если собака выпадет из лодки, то всё. Все дельфины в ураган плывают в океан. Я буду грести, мне дали весёл. Пока собаки ждали нас в машине, мы проплыли 14 километров по реке. И как бы это эпично не выглядело, большую часть времени мы просто плыли спокойно и даже не гребли. Но трусы мы промочили, да. Все дельфины в ураган. Не так уж было и страшно, и мне кажется, вообще собак можно было взять на такое мероприятие. Это не такая уж бешеная прям река, но очень прикольно и красиво. Мы приехали в наше место, тут много людей, костры, кто-то ловит рыбу. Мы приехали сюда с друзьями, они пожарят шашлык, покушают вкусно, ведь погода такая прекрасная, и поедут домой спать. А мы останемся с пёселями ночевать здесь в палатке. Вот это речечка для купаний. Нет, чтобы в прекрасный солнечный день отправиться в наш челлендж. Мы выбрали самый пасмурный день по плану. Дождь идёт по плану. Грязь везде по плану. А мы пойдём искать место для нашей палатки. А люди свиньи. Свиньи, свиньи. Нет, Софи, это, это, это какашка. Я вот не понимаю, неужели так сложно после того, как вы классно отдохнули и провели время убрать за собой? Бомбит! Конечно, Юмичу надо пописать сразу и закопать, закопать, конечно, да. Мы нашли очень классное место для палаточки. И даже тут люди насрали. Наши вещи. Палатка, подстилка, ещё вещи. Столик, рюкзак, спальник. Раз, спальник для детей, стул для меня. Дети, дети, вы только не разбегайтесь, а... Ну да, ещё пописать. Нет, нет. Буду бомжом. В общем, сейчас у меня начнётся под дождём супер-мега-эпик челлендж лично для меня. Я впервые в жизни буду собирать палатку. Под дождём. Надеюсь, у нас всё пойдёт по плану. Тогда ты пойдёшь стирать мои вещи в реку, понятно? Я себя-то постираю, я покупаюсь, а ты вот пойдёшь стирать мои вещи, ясно? Кайфово вам на горе вещей, да? Надо было, наверное, какой-нибудь мастер-класс взять по сбору палатки. А пока, девчонки, я вам разложу стул. Прекрасное место, да? Режиссёрский стул. Вот вы будете сидеть тут, а я буду собирать палатку. Потому что вы ничего не можете сделать без меня. Можете вот себе пока спальник подготовить. Великое китайское изобретение. Это ваш столик. У меня даже инструкции нет. Боже, мне кажется, я только это буду делать до ночи. Тут у нас какие-то палочки. А, что происходит? А вот это что за часть палатки? Тут ещё какой-то мешочек. Это надо вбивать в землю, наверное. Что мне с этим всем делать? Выживаем в лесу. Челлендж. Может, в машине переночуем? Где здесь наружу, а где внутренность? Как собрать палатку своими руками? Интернета нет! Я собрала спутниковую антенну. Бомбит! Значит так, если вы такой же рукожоп, как я, то вот вам мэджик-инструкция по сбору палатки. Раскладывайте эту внутреннюю часть палатки дном на землю. Закалывайте углы колушками, растягивая её. Каркас буквой Ж. Закрепляйте на них палатку специальными креплениями. Выгибайте их, втыкая в землю с углов. Крепите эту крышу к верхней палочке каркаса. Вторую часть надеваете сверху. Закрепляйте колушками со всех сторон. Готово! Тут у нас вход в палатку. Отлично! Ещё одна дверь. Тут очень жарко. Мы уже с собаками промокли насквозь, мне кажется. Нам уже никакая палатка не поможет. В общем, вот это такая штука непромокаемая. Коврик мы его стелим в палатку, чтобы было мягче спать. И не только, чтобы было мягче, но и чтобы от земли не было холодно. Хорошо, что мы взяли с собой полотенце. По-моему, собаки постирались уже. Нам же ещё нужно успеть приготовить еду. Потому что еды готовы у нас с собой нет. Мы собирались делать шашлык. Я потею, простите за подробности. И у меня очки вот так вот сползают на нос. Очень тяжело, очень тяжело быть в походе. Мне дали этот спальник со словами, что это детский спальник. В него влезет таких мокрых детей штук 10, наверное. Мы поставили машину на берегу реки. Тут же организовали стол, потому что тут есть место для костра. Здесь разрешённая территория. Это мы называем стол. И как вы видите, по столу уже кто и кто, 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 кто и кое-кто походил. Юми, отдай! Юми! Юми только что своровала сосиску и съела её втихую, в одиночку, халявщица. Это сырок. Чуть-чуть можно жареного сырка. Посмотрите на софишные лапы. Они чёрные. И да. Тись, мой зяец, до сих пор не проснулась. На, Миша. Лежать. Ну да, правда, в грязь лежать. Конечно, Аня, лучшая команда для собаки в дождливую погоду – лежать в грязь. На. А палатку уже поставили подальше, в глубине, в лесу, в темноте, там, где пострашнее и вообще. А ещё есть, ходят слухи, что, когда дождь идёт, река разливается и заливает всё на метр в высоту. Поэтому лучше ставить палатку подальше, иначе вы будете спать в воде. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Кто-то такой шёл просто, застрял в грязи и такой, да и фиг с ним. Нормальный человек собирает дрова для костра. Эни Мэджик собирает дрова для костра. Так как уже почти вечер и скорость темнеет, ещё одна ночь в непонятном жутком месте, только теперь в палатке. Мне нужно пойти готовить еду, поэтому я сейчас их уложу посидеть. Посажу полежать. В палатку и к ним вернусь. Миша, прошу. Миша, давай. Заходи. Давай, не бойся. Я пока что убрала тут спальники и постелила им для грязных лап вот такие штуки. Пусть они пока тут так посидят, подождут, посохнут в палаточке. Классно вам тут? А? Классно? Палатка на самом деле размером, ну, наверное, даже три человека в ней могут спать. У нас уже приготовилась картошка, она такая горяченькая. А это у нас готовится мясо. Скоро дети будут есть. У меня есть аж три мяча для вас. Три мяча для каждого по мячу. Софи? Юми, Юми, Юми. Смотри. Миша. Миша. Раз, два. Мяч. Вкусняшку получает тот, кто приносит мяч Юмичу. Давай, на. Итак, у нас три грязных мяча, обслюнявленная рука. Раз, два, три. Мишу мы до сих пор, до сих пор учим играть с игрушками. Миша. И она уже чуть-чуть научилась. Нет, Софиш, нельзя ловить. Играть с мячиком, да? На. Вот, Миша, молодец, молодец. И каждый раз, когда она прикасается к игрушке, я ее хвалю. Молодец, Мишка. Ай, Мишка, молодец играть. Ну, кто не знает историю Миши, Миша у нас в семье немножко аутист. Да, молодец играть с мячиком. Играть с мячиком. Молодец, Миша играет с мячиком. Конечно же, она еще прям не бегает вот так за ним, как девчонки. Да, Мишань, смотри. Ай, молодец, Миша, да. Молодец, Миша играет с мячиком. Я хвалю ее за каждый шаг. За каждый. Девки. Раз, два. Миша, Миш, Миш, Миша. Вот он, мяч. Где мяч? Слепые собаки. Вот, Юмичу, молодец. Что, серьезно? Мяч. Вот, Софи, молодец. Дай мяч. Софи, дай. Дайте мяч. Нет, вот погрызи пройти, да, а мяч мне дать. Вы что, издеваетесь? Дайте мяч. Дай мяч. Дай мне мяч. Ааа, нет. Софи, нет. Нет. Софи, зачем? Софи, зачем? Пока я была увлечена тем, что Софи испачкалась вся в грязи. Миша, куда-то делась. Миша, 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 Миша. Пошла к реке. Тебя же может унести течением отсюда. Посмотрите, какое тут садское течение. Пошли отсюда. Давай, выходи. Огурчики, помидорчики, жареный сырок, сосисочка, мясо. Эй, 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 эй. Ждите, мы сейчас все будем вместе ужинать. Заходите в палатку. Миша, иди к нам. Тесновато. А еще тут жарко. Для начала вода. Очень хочется пить, да? Будем спать со света в ночью, чтобы мало ли что. У меня очки потеют. Все такие грязные. И я такая грязная. Пойдем попробуем помыться в реке. Искупаться. Как настоящие походники. Софи, вот твое мясо. Иди сюда. Это тебе. Юмичу. Иди сюда. Это тебе. Миша. Это тебе. Еще у нас тут есть жареный сырок. Сосисочки. У нас даже камера запотела в палатке. Банька, да? Ребят, банька. Выходите. Так. Давай, Софи. Выходи. Молодец. Выходи. Выходи. Во. Выходи. Не надо лаять, Софи. Софи, нет. Что происходит? Господи. Какой-то просто трэш. Куча собак пришло каких-то бродячих. И Софи лает на них. Мы решили покормить бездомных собачек. И поэтому пока что закрыли моих собак в машину. Потому что они лают. Точнее, не они, а Софи. Я заметила, что в последнее время с возрастом у Софи стало такое, что ее просто не замолчать. Она просто не затыкаясь лает и лает и лает, если видит каких-то собак. Раньше такого не было. Ее можно было остановить. Командой нет. Юмичу, Мишу можно остановить. А Софи просто, просто вот как танк. Я не знаю, что с ней произошло. Я думаю, что это возраст. Может быть, она плохо видит и плохо слышит. И любой объект ее беспокоит. Она начинает лаять. Или она просто как старая обрехливая бабуля уже такая. Ходит тут. Вон, пошла. Куда пошла? А ты куда пошел? Мне кажется, тебя просто все кормят здесь. Смотрите, чудеса дрессировки за пять минут. Сидеть. Молодец. Лови. Пипец. Это то, что произошло после того, как я посадила собак в машину. А это просто как будто тут зомби шкреблись такие. Пытались вылезти. Мыть лапы. Прекрасно. Даже ничего не надо делать. Юмичу. Сушим лапы. Лапы моем. Моем лапы. А ты пойдешь со мной купаться? А плавает собака. Давай, плыви. Плыви против течения. Давай, Софи. Ее прям течением уносим. Молодец. Сейчас сушим Софи и отправляем в палатку в ожидание. Иди ко мне. Молодец. Давай, молодец. Молодец. Миша сама в водичку идет. Иди сюда. Иди ко мне. Иди купаться будем. Иди будем купаться. Иди, иди, иди. Давай, давай, Мишаня, давай. Плыви, плыви. Плыви, Миша. Давай. Молодец. Мишаня плывет. Умница. Ай, плывет собака. Молодец. Погнали в палатку. Юми психует на Софи, что она не одна, не одна главная королева. Да? Юми, что происходит? Что происходит? Зачем ты ее строишь? Юми, ты теперь что? Думаешь, самая молодая? Можно доминировать над всеми, кто старше тебя? В общем, девчонки остаются пока что в палатке сохнуть. А я пойду тоже изгубаюсь, пока совсем не стемнело. Свет в палатке видно. Когда совсем стемнеет, будет вообще светящаяся палатка. Тут я захожу в воду и проваливаюсь в яму. Шутка. Ладно, ладно, никто тоже не засмеялся. А потом меня несет быстрым течением по реке и закручивает на таком адском пороге, где нет дна. Все дельфины в ураган плывают в океан. Я в ту секунду так испугалась, что меня просто унесет и побьют по камням, что я начала бешено грести к берегу. Никто тогда тоже не засмеялся, кроме меня. День прошел незаметно, уже 8 вечера, пока мы тут плавали, палатку ставили, гуляли. Почему у меня все в шерсти? Бомбит! Бомбит! Опять пошел дождь. Бомбит! Уже стемнело. Софи, пойдем, давай. Короче, Миша с Софи думают, что это Юмин домик. Это не ее дом. Миш, пойдем. А хватит нас выгонять. Пока. В общем, уже стемнело и нам нужно готовиться ко сну. Там у нас вентиляционное окошко открыто. Это нужно проверить перед тем, как спать, чтобы вы не задохнулись. Что это за звуки? Что-то мне вспомнился недавний мем из прошлого видео. Мы не умрем! У нас с двух сторон палатки видно улицу в такие вот окошки. И это на самом деле крипово в такие маленькие окошки смотреть. Представляете, если там такая ногами ликнет чья-нибудь. Мы не умрем! Потолок у нас низкий, поэтому свет вот так вот. Секрет в том, что у палатки есть и снаружи, и снутри замки. И чтобы снаружи нас не открыли, вот эти замки изнутри надо закрыть. Мы не умрем! У нас тут две двери. Вот мы закрываем одну. Чтобы никто к нам не забрался. Мы не умрем! На самом деле можно вот эти двери прям не закрывать, а просто закрыть вот так вот сетки, чтобы комары нас не сожрали ночью. Мы не умрем! Мне кажется, что у Юмичу что-то с глазом. Покажи глаз. Она где-то поцарапала, повредила, подрала глаз. Но где это могло произойти, если они не были одни на улице? Юмичу в последнее время постоянно конфликтует с Софией. Я думаю, потому что она уже как бы выросла, хочет стать главной в стае. София была раньше самой главной, но София уже стареет, и Юмичу постоянно с ней конфликтует. И у меня есть подозрение, что они подцапались с Софией. Других у меня вариантов просто нет, потому что без моего присмотра собаки не оставались. Только-только, когда они были все вместе в палатке или в машине. Больше нигде на улице они одни не находились. Соответственно, ничего такого произойти не могло. Скорее всего, Софиша лапой попала Юми в глаз и поцарапала его. Я, конечно же, уверена, что София это сделала не специально, не нарочно. Вот в глаз прям ткнула Юмичу. Она это сделала, скорее всего, случайно и, скорее всего, защищалась от Юминых нападок. В общем, будет нам уроком. Я нашла в аптечке перекись, я нашла в аптечке хлоргексидин. Все, что обеззараживает. Но поняла, что в глаз этого лить нельзя, собаке. Этого. И поняла, что у нас нет никаких глазных каких-то штук с собой. Это было, конечно, ошибкой. Вот это будет заметкой на то, что в такие вот походы нужно брать что-то и для глаз, какие-то капли для животных. Неожиданный поворот. Но я промыла Юме глазик водичкой чистой. Все протерла там салфеточкой. И, в принципе, он уже стал получше. Реально гораздо лучше стал глаз. Я заметила, что ранка действительно небольшая на веки. Очень маленькая. Я думаю, что ничего страшного у нас не произойдет. Мы проспим ночь уже, чтобы не дергаться сейчас. И утром посмотрим, как будут обстоят дела. Я думаю, что все будет хорошо. И нам даже не придется ехать ни в какую ветеринарку. Вот оно, наше окошко. Я выключаю свет. И вы видите, что на улице совсем темно. Я буду залазить в спальный мешок и ложиться спать. И мы поставим скрытую камеру в палатке на ночь. Посмотрим, что тут будет происходить. Я надеюсь, нас не похитят. Не придут никакие призраки. Никакой медведь нас не сожрет. И мы не умрем. Спокойной ночи.